Работа управления по вопросам молодежной политики оставляет желать лучшего. Такое мнение высказала заместитель главы региона Бахтхульхаменова на исседании совета в областном Акимате. Она отметила, что необходимо сократить количество молодежи категории НИД, оказывать помощь и поддержку молодым в трудоустройстве и обучении. Продолжение темы в следующем сюжете. В регионе проживает более 133 тысяч молодых граждан в возрасте от 14 до 28 лет. Что составляет 2,6% от численности населения области. На первый взгляд, среди молодежи много тех, кто ведет здоровый образ жизни, постигает науку. Но есть и те, кто относится к категории НИД. В этот список входят молодые люди без работы, без образования и не желающие обучаться. Сейчас их общее количество по области превышает 7 тысяч человек. Из них 2466 не могут найти работу. Согласно статистическим данным, лидирующее положение по безработице занимает город Атырау. В первой тройке находятся Жилойский, Индерский и Исатайский районы. При трудоустройстве молодежи мешает отсутствие у них опыта. Работодатели часто принимают опытных специалистов с большим стажем работы. В этом направлении организована молодежная практика с целью приобретения опыта для молодежи, окончившей высшие и средние профессиональные учебные заведения. Она проводится в рамках госпрограммы ЕМБЕК. Благодаря этой работе в прошлом году 638 человек из 1081, то есть 59% проявили стремление и были трудоустроены на постоянную работу. Среди безработной молодежи встречается много тех, кто нарушает закон и вступает на путь в преступлении. Так, с начала года в регионе зарегистрировано 1640 правонарушений, совершенных молодыми людьми. Сейчас в уголовной исполнительной системе отбывают наказание более 2000 осужденных. Радует, что в области увеличилось количество молодых людей, вступающих в брак, уменьшилось количество разводов. За 4 месяца текущего года в области 1240 молодых людей заключили брак, что означает рост создания новых семей на 63%. Расторгли брачный союз 288 семей, то есть количество разводов уменьшилось на 23%. Это говорит о том, что есть положительные результаты. Заместитель Акима области Бахат Кульхаменова раскритиковала работу лиц, ответственных за вопросы в сфере молодежной политики. Она поручила начать работу по снижению количества представителей молодежи категории НИД. Оцениваю работу областного управления по вопросам молодежной политики за последний год как неудовлетворительную, потому что в настоящее время наша молодежь не проявляет постоянной активности. Нет никакого новаторства, порыва, стремления. Я понимаю, что у нас сейчас нет специальной методики работы с молодежью категории НИД. В эту категорию мы включаем тех, кто внезапно был уволен с работы, кто не смог оплатить учебу и был отчислен. Но у нас есть и активные, яркие представители молодежи. Мы должны стараться поддержать их. Несмотря на снижение темпов работы с молодежью из-за пандемии, ответственное управление намерено реализовать 9 проектов на те средства, которые были выделены в этом году. Насколько это будет осуществимо, покажет время. Продолжение следует...